Музыка 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 Противоречия, в которые сами входим. Это нужно. Я бы очень не хотел, чтобы буквально после завтра появился приказ в Департамент образования Москвы во всех школах с завтрашнего дня обвести финансовую грамотность. Первый вопрос, а кто это делает? То есть это, конечно, еще один смарт-докс, который нам придется для себя осознать. Приглашения, конечно, есть, и как можно больше мерожелающих должно в это включиться, тем более, что мы действительно реально можем помочь. Это очень важная вещь, поскольку, я думаю, здесь один из таких психологических аспектов, где она должна сработать. Но вот какой-то определенный, я не знаю, толчок, я не знаю, какой-то пример, нужно показать остальным. Ведь многие просто боятся, потому что сами чувствуют собственную несостоятельность, но догадываетесь в существовании, потрашивая несколько секунд. Педагог, который понимает, что он в этом не понимает, ему очень сложно за эту тему в класс сходить. А вдруг они такой спросят, что и не отвечают. Ну и нормально, учитесь вместе. Так, давай вместе будем искать ответ. Есть интернет, есть пятница, есть школа денег и так далее. Давайте искать варианты. И через неделю мы к этому вместе с вами вернемся. То есть технология, которые вы начнут вполне реальны. Ну и естественно, что у нас должен быть мониторинг. Мы в прошлом году об этом тоже говорили. Все-таки помогать ребятам введите и продвижение. Ну и ребятам, соответственно, педагогам и заширникам. Вот то самое входное, тестирование, некие работы, и потом через год у тебя смотри, это уже лучше. У тебя уже интересный, у тебя уже совсем другой уровень, у тебя уже финансовая грамотность, о которой мы говорим. Эти вещи тоже для себя нужно зафиксировать. Но что касается непосредственно самого графика, он практически, поскольку я технолог и работаю с школой, конечно, это, извините, наш учебный год. Первая часть, это некая загрузка, начало работы, информирование, вопросы, ответы, подготовки и так далее. Потом красивая осенняя, не знаю, сессия или там та самая финансовая неделя. Первая, пробная, пусть неизначительная для того, чтобы всем остальным еще об этом раз рассказать. Потом продолжение серьезной работы, ну, с учетом того, что увидели, услышали, почувствовали какие-то, ну, скажем, там, сбойные, какой-то интерес, проблематики иной в течение следующей четверти. Красивая, большая программа, естественно, зимние каникулы, может быть, действительно с выездом, естественно, с посещением финансовых организаций, структур и так далее. Загрузка на третью четверть связана как раз с тем, что это уже очередная, более расширенная, та самая финансовая неделя уже на уровне округа, как раз Северный округ показал пример, и нужно, конечно, даже на капельку взять эту модель и показывать ее как можно чаще приглашать остальных на эти мероприятия. А почему бы не пригласить и другие регионы, поскольку я достаточно много путешествую по стране, я об этом, конечно, уже говорю, в регионах очень большой интерес. На Москву смотрят как на тот самый, извините, центр просвещения, что ли, да, который готов этим поделиться. Давайте будем и другим регионам, это тоже, естественно, рассказывать. И летняя программа, спасибо, в школе 10 и 13, где мы эту программу провели, пусть тяжеловато, но она пошла, и тем не менее, вот тот самый большой и красивый финал, точка, которая одновременно является, ну, скажем, там, продолжением будущего учебного года, на который мы вместе с вами, конечно, можем рассчитывать. Ну, вот я здесь тоже завершу, и считайте мое выступление очередным предложением. Адрес кафедры, знаете, телефоны, яркие пароли есть. Пожалуйста, в любой день, в любой момент приходите, будет интерес, поделимся. Если нужно, придем, поговорим, посмотрим и даже пообщаемся. С вами, с детьми, ну, с родителями, в большей мере, все-таки должны общаться в профессионалах для нас. С вами, с Владимиром. Продолжение следует...